МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жительница Махачкалы становится узницей собственной квартиры. Виной всему отсутствие элементарных условий для передвижения особенных людей. Бригады скорой помощи будут отслеживать с помощью спутника. В республике открылось современное здание Центра медицины катастроф в Сеединой диспетчерской. В Зербенте завершился полуфинал третьего ежегодного конкурса «Золотые правила нравственности». Полуфиналисты презентовали свои открытия. Дом, в который не зайти и не выйти. Жительница одной из многоэтажек Махачкалы жалуется на то, что не может попасть в собственную квартиру. Дело в том, что героиня нашего следующего сюжета имеет ограниченные возможности здоровья и передвигается на инвалидной коляске. Условия для передвижения особенных людей, как правило, не предусмотрены во многих домах Махачкалы. С какими сложностями приходится сталкиваться Бариат Мерзоалиевой, расскажем в следующем сюжете. Легко? Бариат Мерзоалиева, опытная лучница. В прошлом именно лук вернул ее к нормальной жизни. 18 лет назад по халатности врачей она стала инвалидом. Долгих 12 лет просидела дома в четырех стенах, пока не увлеклась стрельбой из лука. Девушка стала первой в истории дагестанкой, завоевавшей медаль чемпионат России среди спортсменов-колясочников. Из всех это Кубок Европы. Мы ездили туда со сборной России. И это одна из моих единственных наград на международном уровне на данный момент. Хочу попасть на Паралимпиаду. На данном этапе мы готовимся получить квоту на чемпионате Европы. Серьезной преградой на пути к новым достижениям становится отсутствие какой-либо инфраструктуры в доме для людей с ограниченными возможностями. В ситуации, когда лифт неисправен, Бариат поднимает на седьмой этаж ее родной брат. В иных случаях приходится обращаться к соседям. Проходящих мальчиков прошу, умоляю, делайте, поднимите. Я же не могу тяжелее. Через лестницу вообще невозможно подняться. Поднимем. Наши же люди не такие помогают. Приехал поддержать Бариат и друг девушки Магомед Исмаилов также сталкивается с многочисленными проблемами, связанными с трудностью передвижения. Он считает, что Махачкала вовсе не приспособлена для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Если, допустим, инвалид хочет добраться собственноручно сам куда-то, это можно поставить кресло. То есть, для него, в первую очередь, очень опасно для его здоровья. Малейшая, там, допустим, ямочка, малейшая преграда, там, 5 сантиметров, да, он может упасть. И остаток своей жизни, вот одно падение с коляски может привести к тому, что остаток жизни человек будет, проведет в постели. С проблемой многолетней давности Бариат обратилась в Общероссийский народный фронт. Активисты тут же отреагировали и связались с руководителями ответственных организаций. Мы сегодня пригласили представителей госжилинспекции Республики Дагестан и представителей управления муниципального жилищного контроля, от которых мы узнали, что эти лифты по этому адресу включены в программу 2020 года по замене лифтового оборудования. Но это, так сказать, муниципальная программа. Мы, конечно, в свою очередь, Общероссийский народный фронт, будем обращаться в правительство Республики Дагестан с данной проблемой, чтобы этот дом все-таки попал в республиканскую программу и чтобы он не был, так сказать, вычеркнут из этой программы. Я, конечно, призывала бы чиновников, которые ответственны за решение этих вопросов, все-таки немножко включить свои человеческие качества и не относиться к этим вопросам как просто к своим должностным обязанностям. У нас каждый человек и с каждым может это произойти. Представители УЖКХ администрации города заверяют, что ремонт или замену лифтового оборудования произведут в течение двух лет. Состояние подъезда также обещают улучшить в год жил инспекции республики. Что касается пандуса, его-то работают для более удобного пользования. Но пока это только обещания, которых, как гласит поговорка, три года ждут. Хадижа Курбанова, Мусас Рогереев, Телеканал РНТ, Махачкала. В продолжение темы еще одна актуальная новость. Госдума ввела штрафы за дискриминацию инвалидов и ветеранов. Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно законопроекту, за отказ социально уязвимым слоям населения, предоставление товаров, выполнение работы или оказание услуг будут наказывать штрафами. Его размер для должностных лиц будет равен от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. За продажу автобуса ответит в суде экс-директор школы в Агульском районе. По версии следствия, он продал единственный в школе автобус за 100 тысяч рублей в 2018 году. Покупателем оказался житель Дербенского района. Позже он переоформил транспортное средство на себя. Деньги обвиняемый присвоил себе. Напомним, уголовное дело на директора Пикской школы завели в декабре 2019 года. В настоящее время оно направлено для рассмотрения в Хивский районный суд. В России изменится система оплаты отпусков и декретов. С 2021 года компенсировать выплаты вместо работодателя будет Фонд социального страхования. Такой законопроект правительство поддержали в парламенте. Это даст целый ряд преимуществ. Не придется ждать, когда в компании появятся деньги на эти цели или когда работодатель передаст больничный ФСС. Целью реформы является гарантированное получение гражданами всех положенных страховых выплат и правильное их начисление. В республике открылось современное здание Центра медицины катастроф с единой диспетчерской. Оно оснащено всем необходимым новейшим оборудованием. К примеру, системы отслеживания бригад, которые позволяют в режиме реального времени наблюдать, где находится та или иная бригада. Диспетчер может открыть и увидеть все вызовы по каждой бригаде за сутки, посмотреть время нахождения у конкретного пациента, а также, куда они направляются. Система отображает каждый этап работы скорой. Медики фиксируют их на планшете, которыми оснащены бригады. Здесь мы централизуем все подразделения, начиная от скорой медицинской помощи, центральной диспетчерской, санавиации, медицинских катастроф. И помещение оснащено новым оборудованием, новое программное обеспечение получено, для того, чтобы действительно принимать вызовы не только от наших граждан, но и из медицинских организаций. По словам экспертов, такая централизация позволит улучшить качество медицинской помощи за счет сокращения времени обработки вызова и приезда бригады. Теперь перед службой медицины катастроф ставится задача не просто приехать и отвезти в больницу, а также определить, куда направить пациента, чтобы ему оказали нужную помощь. Это не окончательная часть развития всей этой службы, это только начало нового большого пути, она должна соответствовать всем современным требованиям, о которых мы говорим. В Дербенте завершился полуфинал третьего ежегодного конкурса «Золотые правила нравственности». Напомним, на трех площадках полуфиналисты презентовали свои лэпбуки, посвященные 75-летию победы в Великой Осечественной войне. По итогам полуфиналов от каждого уровня образования в финал вышли по несколько команд по каждому территориальному округу республики. Это были все новости к этому часу. Еще большие информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова